Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Нам поступил вопрос следующего порядка, он составной. «Ко причастию не допускаю», — так иногда говорит священник, человеку, подходящему на исповедь. И, соответственно, слушатель озадачивается таким вопросом, за какие грехи священник может не допустить человека ко причастию. Приведу пример из послания апостола Павла к Коринфянам. Здесь он рассуждает как раз-таки о вечере Господней. Обратите внимание особенно на 28 стих 11 главы. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле и Господнем». Здесь стоит обратить внимание на сам контекст этого рассуждения. Конечно, апостол Павел здесь рассуждает о непорядках, которые происходили на вечерях в Коринфской общине. Когда кто-то объедался, упивался на евхаристических трапезах, кто-то богатые сидели поближе и за более комфортным столом, может быть, у них была другая пища, другое вино, другой хлеб, а вот бедные были в пренебрежении, может быть, им не хватало места сесть и так далее и тому подобное. Сам контекст того, что происходило в частности, до нас не доходит, но, судя по словам апостола Павла, мы можем сделать некоторые выводы. Соответственно, самым главным проблемой или вопросом, который человек себе задает, а как мне понять, что я причастился не в осуждение, и вообще, как может священник там допустить или не допустить до причастия? Существует целый блок святоотеческого наследия по этому поводу. Так, например, Никодим Святогорец в своей душеполезнейшей книге о непрестанном причащении стихристовых тайн говорит о том, что от священника, который не допускает человека к причастию по своим собственным размышлениям, а не на основании канонов Святой Церкви, нужно бежать, как от волка в овечьей шкуре. Никодим Святогорец преподобный был за непрестанное причащение, постоянное регулярное преступление к таинствам тела и крови Христовых. То же самое мнение мы находим с вами у Иоанна Златоустого, то же самое мнение мы находим у праведного Иоанна Кронштадтского и у ряда других святых отцов. Поэтому, первое, священник не может вас не допустить ко причастию, потому что вы недавно причащались, потому что это не соответствует канонам Церкви и представлению об участии верных в Евхаристии. Сегодня Синод Русской Православной Церкви имеет в своем распоряжении, да и вообще вся Церковь, документ об участии верных в Евхаристии. Если вам интересен вопрос о причастии, откройте этот документ, он действительно очень полезный и очень содержательный. Священник может ли вообще не допустить, входит ли это в его канонические обязанности? С одной стороны, да. У святых отцов мы находим с вами, например, у Григория Богослова, мы находим с вами ассоциацию священника и некого такого привратника, который охраняет святыни. Но там речь идет, конечно, немного о другом. Люди иногда неверные приступали к чаше или люди приступали к чаше иногда даже из побуждений хулы на Бога или на Духа Святака. Но в то же время действительно священник может порекомендовать не подходить сегодня к чаше, но на основании тех или иных канонических препятствий к причастию. Благо, что у Церкви есть большой опыт составления таковых правил. Есть правила, действительно, которые этому способствуют. Вот если человек впал в какой-то смертный грех, то он может нести определенную епитемию для того, чтобы совесть его успокоилась, и он действительно неосужденно приступил к тайнам тела и крови Христовых. Далее. Бывает так, что человек не верит или не хочет причащаться, но склоняется со своими родственниками. Тогда священник вправе сказать ему, дорогой друг, я бы тебе не советовал этого делать. Но у нас есть, конечно, какое-то такое представление, что вот если я не дочитал канон, или если я не допостился, или выпил таблетку утром, то я не могу подойти к причастию. Это все очень индивидуальные моменты. Во-первых, насчет поста. Это индивидуальный вопрос. Некоторые люди не имеют возможности поститься. Находясь в режимных заведениях, где еда устанавливается не им самим. Во-вторых, есть периоды в году, когда поститься вообще нельзя. Это сплошные седмицы, но литургия есть, и причастие тоже есть. Далее. Вопросы эпитемий, связанных с тяжкими согрешениями. Епитемия, которая может продолжаться более месяца, накладывается только епархиальным архиереям. Священник, который начинает запрещать подходить к чаше в течение года, двух, трех и так далее, и применяет канонические прещения, изложенные в правилах православной церкви, поступает неправомочно. О его действиях вы можете проконсультироваться у благочинного, либо у епархиального архиерея той области, где вы находитесь. Далее. Что нужно еще сказать о причастии? Если вы утром почувствовали себя плохо и выпили таблетку, вы можете приступать к тайнам тела и крови Христовых. Об этом тоже сказано в документе об участии верных в Евхаристии. Бывают люди с действительно серьезными заболеваниями, диабетического плана, либо беременные, которые не могут по своей физиологии в данный период времени, например, оставаться голодным. Он может упасть в обморок, или ему необходимо уколоть обязательно инсулин. Перед этим необходимо поесть. В данном случае необходимо обговорить с духовником ваше положение. И думаю, что любой духовник, знающий каноны церкви, скажет вам о том, что да, вы можете поесть. Да, не нужно объедаться, не нужно, может быть, вкушать мясную или молочную пищу, но какой-то небольшой завтрак сделать для себя и сделать все необходимые медицинские действия, если это действительно нужно. Далее, насчет чтения молитв перед причастием. В XI веке появляется последование к кастовому причащению, примерно которое мы сегодня видим в наших молитвословах. Просто в то время оно было несколько длиннее. Например, во времена патриарха Иосифа оно содержало в себе 20 молитв вместо 10 сегодняшних молитв. И оно использовалось в основном только монашествующими. Но так как большинство мирян исповедовалось только в монастырях, это было характерной особенностью поздневизантийского периода развития Восточной Церкви, то, конечно же, это правило перенеслось и на нас, мирян. Последование имеет своей задачей подготовить нас к Евхаристии, настроить нас на нее, настроить нас на соответствующий лад духовный. И оно действительно является важным составляющим нашей подготовки. Но бывает так, что мы не можем его прочитать полностью. Или, например, мы приступаем первый раз к тайнам тела и крови Христовых. Тогда стоит, опять же, обговорить со священником время исповеди и тот объем правила, который вам необходимо будет использовать для подготовки. Может быть, это будет очень сокращенно, может, это будет 2-3 молитвы ко причастию. Но главное, чтобы они были нами использованы в своей полноте. Понять суть, почитать Писание перед этим, понять, чего я причащаюсь. Бывает, что человек прочитал все, все каноны, все последования. Попастится правильно, акафисты почитает. Все будет у него хорошо. Но, подойдя к чаше, замескавшись, он получит вопрос, а что в чаше находится? И он не сможет на него ответить. Разве такой человек достойнее подготовился, нежели тот, который вследствие своей работы или излишней усталости, или непонимания и незнания основ церковнославянского языка не прочитал полностью правила, но готовился и очень хотел приступить к тайнам тела и крови Христовых. Юридически, да, первый более готов, чем второй. Но с точки зрения духа, правил церковных, это совершенно иначе. Далее. После причастия у нас с вами есть благодарственные молитвы. Это очень хорошая и зачастую нами игнорируемая часть подготовки ко причастию. Почитайте их. Они написаны от первого лица. Да, в храме они читаются. Для тех, кто не имеет возможности прочитать их дома или, например, по дороге после службы, или в храме после причастия. Но лучше, если мы это прочитаем вдумчиво, в своем темпе сами. Потому что оно написано именно от первого лица, а не от лица чтеца. Какие еще могут быть проблемы при подходе к чаше? Очень часто встречается, что человек, приходя на исповедь, не знает, что сказать. Или, например, не видит массы своих согрешений, он исповедует 2-3 согрешения. А священник может предложить вам помощь в исповеди, задав какие-то вопросы или настроив вас своим разговором, диалогом на исповедь. Но здесь стоит обратить внимание еще на одну интересную момент. По мне, так, исповедь — это археологическая раскопка. Мы открыли сначала большое, потом мы увидели, что есть еще маленькие грехи, есть поменьше, поменьше, поменьше фракции. И в конечном итоге наша исповедь тоже развивается вместе с нашей духовной жизнью. Конечно, есть прекрасные вот эти издания полных исповедей, где есть куча согрешений, написанных в столбик, и мы можем просто отметить для себя тех, которых мы чувствуем угрызение совести. Но будет ли это искренняя полноценная исповедь, полноценная встреча с Богом? Дальше. Что касается исповеди, мы часто много словим на исповеди. Мы пытаемся описать каждый грех, чтобы священник точно понял, о чем идет речь. И чаще всего удаляемся от покаяния в объяснение, в рассуждение, в диалоге, в какие-то философские размышления и уходим от покаяния совсем. Святитель Игнатий Брянчанинов советовал мирянам и новоначальным инокам придерживаться правила. Исповедь должна быть лаконичной. Не нужно ничего расписывать. Наша задача не чтобы священник что-то понял, а чтобы Господь нас услышал. Тема причастия очень обширная, она громадная. И я порекомендую нашим слушателям, которые особенно заинтересованы в этой теме, например, почитать хорошие книги о причастии Евхаристии, прекрасная книга о причастии, называется она «Душеполезнейшая книга о непрестанном причащении стихристовых тайн преподобного Никодима Святогорца». Обратить внимание на слова о причащении праведного Иоанна Кронштадтского. Обратить внимание на слова о причастии у святителя Иоанна Златоустого в его избранных поучениях. Тоже очень важная и нужная будет информация. Я уверен, что такое важное и центральное таинство Церкви не останется без вашего внимания. И мы с вами будем рассуждать на эту тему ни один и ни два раза и попытаемся углубить наши знания в дальнейшем. Храни вас Господь и желаю всем достойного причащения святых христовых тайн. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...